Итак, мне пришла посылочка с Одессы, и вот я хочу, я ее уже тут отрезала, но еще не смотрела. Вот, будем сейчас с вами распаковывать. Я заказывала бусины. Нашла только в Одессе на сайте бусинка. Ого! Вот это упаковочка. Да, вот логотип магазина. Смотрите, классно, как наклеечка. Стикер такой. Ой, надо себе такие заказать. Гляньте, как классно. А, это скотч. Скотч. Эх, как же ж его. Ладно. Вот, посылка небольшая. На 500, около 500 гривен где-то. Я заказывала вулканическую лаву. Я заказывала бусины шунгит и вулканическая лава. Да, вот это они. Ой, какие они классные. Вот холодные такие. Вообще. Ну, действительно камень, натуральный камень. Матовое покрытие. Шерестяток. Вообще крутые. Сколько тут? Ну, где-то... 51 бусинка здесь. И это восьмерочка. Восьмой диаметр. И вот такие вот вулканическая лава. Ой, я вообще от них в восторге. Я увидела такие бусины у Шуры Хэнс. Она делала распаковку своей... Ой, нет, она делала какой-то сатуар. И там показала эти бусины. Боже, я влюбилась с первого взгляда. Посмотрите, это же что-то невероятное. Просто невероятное. Они такие интересные на ощупь. Вот вообще прям такие негладкие. Такие как резиновые. Реально крутые. Понюхала их. Не пахнут ничем. И вот такая обработка. Вот они как бы шлифованы, гладкие. И в то же время в эту дырочку такую вот классную. В браслетах они смотрятся просто идеально. В мужских браслетах. Вот мужчины очень любят этот камень силы. Он объединяет в себе все четыре стихии. Вода, воздух, земля и огонь. И родился он же из огня. Вулканическая лава. Все-таки потрясающий камень. Я его обожаю. Просто буду везде применять его. В браслетах. Это у меня десяточка. А вот эта восьмерочка. Такой же камень восьмерочкой диаметр. Вот он даже чуть-чуть неровной формы. Вообще обалденный. Обалденный. Мне они очень нравятся. Так, и это шумгит десятка. Шумгит десятка. Тоже матовый. Классный. Вообще офигенный. Сколько их тут штук? 40-38 штук. По цене не помню, не скажу. Накладной нет. Сколько стоит, не помню. Да, заказала еще вот такие вот чемоданы. Гляньте, как чемоданчик. Сейчас я их открою. Ох, и пакетики длиннючие такие. Смотрите, как этот сундучок такой. Вот такие вот бусины с сундучком, чтобы под них прятать узелок резинки. Очень удобно их одевать. В браслете применять. Они тогда такие вот классные. Сколько их тут? 10 штук должно быть. 2, 4, 6, 8, 10. Да. Так, и вот такие еще бусины. Что-то тут на них написано. Тоже в браслетах. Они смотрятся очень круто. Вот такой знак бесконечность, что ли. Не знаю, египетские какие-то такие мотивы. Ну, классные, прикольные, да? Это, похоже, подарок. Угу, точно. Потому что я такое не заказывала. Даже не знаю вообще, что это. Спасибо магазину бусинка за подарочек. Что это такое, я реально не знаю. Это какой-то тросик. Точно, это тросик. Для чего? Для браслетов, наверное. Вот такие вот. Типа серьги. Ой, это две серьги. Гляньте, класс. Это серьги. Я подумала, что это какие-то просто наборы. Ну, сборка какая-то. А это реально серьги. Гляньте, какие классные. Из вот этого, из сколов. А это, на мой взгляд, или какой-то тигровый глаз. Или агат. Ну, что-то очень классное. И шипы. Шипы, гляньте, какие прикольные. Ну, не металлические они. Нет. Спасибо, хороший подарочек. Пригодится. Так, взяла вот такую вот плоскую ленту. Это, по-моему... А, нет, вот она плоская. Вот, на плоской ленте лучше всего делать браслеты, потому что она может два раза пройти. Она очень тонкая и очень прочная. Вот, смотрите. Да, я со всей дуи тяну. Вообще не рвется. И она... В ней очень тоненькие узелочки. Да, малюсенькие узелочки получаются. Если на вот такой ленте достаточно толстой... Сейчас она миллиметровая, я заказывала. Вот, она достаточно толстенькая, да, и узелок получается такой мощный. То на вот этой ленте получаются очень тонкие узелки, и их практически не видно. Очень легко спрятать их даже в саму просто бисеринку, бусинку. Вот, поэтому специально заказала такие... Вот это вся посылочка. Сейчас я вам покажу, как я буду собирать браслеты. И вот, дорогие мои, хочу с вами сделать сейчас один из браслетов. Может быть, не один. И попробовать с вами вместе собрать. Смотрите, я уже один собрала. Вот такой вот мужской браслет. Классно. Смотрите, я этот поставила уже сундучок сюда. Эти материалы вы видели у меня из распаковки посылки от дома бусин. Вот, и там я покупала вот такие вот кубики, вот такие вот гематитовые плоские бусины. Да, и вот сейчас пришли из Одессы эти... Вулканическая лава. И вот я с ними сделала. И вот тут вот восьмерочка, тут десяточка стоит. Очень классные браслеты мужские. Вообще, вот, у меня он большеватый немножко. На мужскую руку как раз будет хорошо. Этот я сделала на резинке. Сейчас мы с вами сделаем еще один на резинке. Но для начала сделаем на тросике. Вот этот тросик, что мы прислали в подарок из Одессы. По ссылке этот интернет-магазин Бусинка. Сейчас мы на этом тросике попробуем сделать браслет на вот этой вот застежке. На вот такой вот магнитной застежке. Она очень плотная. И с трудом реально прикладываю усилие, чтобы ее раздвинуть. Вон, две вместе они нашлись и сцепились. Я возьму три бусины лавы. Вот в ней прикол, в ней не найдешь, где дырочка. Ищу, ищу эту дырочку. Я взяла вот этот тросик красный, очень тонкий тросик. Для чего он мне нужен? Видите, насколько он тонкий. Он мне нужен, чтобы концы засунуть в обратную сторону. Сейчас я объясню, для чего. Находим серединку. Одеваем бусину. Это десятый размер, десяточку. Лавы. С одной стороны кубик. С другой стороны кубик. Гематитовый кубик. Немагнитный гематит. Еще по одному. По одной бусинке лавы. Сочетание лавы, шунгит и гематит, идеальное для мужского браслета. Это идеальное сочетание. Сочетаются в себе, во-первых, все камни очень сильные. И выглядят они просто шикарно. Так, сюда я хочу еще добавить две вот такие плоские по краям. С одной стороны и с другой стороны. Вот что у нас уже получается. Дальше будут две бусины. Я сочетаю матовое и блестящее. Где-то матовое, чтобы было такое чередование. Так, еще отделяем гематитом. Вот, дальше хочу еще две бусины лавы добавить. И вот таких вот бусин. Добавляю по одной еще бусины лавы. Тоже отделяю гематитом серебряным. И с этой стороны. И дальше по три бусины шунгита глянцевого. Три. И с этой стороны. Один. Два. Три. У меня уже вот так получается. Дальше. Я еще по три штучки добавили. Отбиваю еще, например, кубиками. Три штучки отбиваю. Еще по три штучки того же глянцевого гематита. Работа совершенно не сложная. Главное, материалы, которые нравятся вам. И фантазия. Ну, конечно, чувство стиля, чувство вкуса. Это уже у каждого свои. И мне понравилось одно выражение. На вкус и цвет фломастеры разные. Поэтому каждый может судить об этом сам. Ну, мне кажется, это маловатый размер будет. Надо побольше. Еще надо добавить. Еще отбиваю чем-нибудь. Нет, уже кубиками пошли. Хотя. Пускай будет гематитом. Здесь. И здесь. Дальше набираю по две бусинки. Так. И у меня будет вот такой. Поэтому растежка такая. И вот приблизительно вот такой размер. Но мне кажется, еще по одной надо добавить. Я-то хочу добавить вот такого. Как тут его. Вот такого гематита. Глянцевый. Круглый гематит. Восьмерка тоже. По одной вот такой бисеринке. Бусинки. Так. На застежке у нас есть вот такие вот кольца. Они мне совершенно не нужны. Сейчас я их отцеплю. Берут эти круглогубцы. Он тут че цельные. Ого. Хорошо заделанные. Да. Цельный был кружочек. Такой как бы как спаянный. Не. Мне такой не нужен. Я такой не хочу. И цепляю с этой стороны. Отделяем магнит. Не могу даже отделить его. Завязываю здесь узел. И второй узел. Вот получается вот такой узел. Хорошенько его продавливаю. Плоскогубцами. Потянуть его руками просто нереально. Он очень. Очень такой вид в кожу впивается. И в обратную сторону провожу вот этот хвост. Я его вообще не обрезаю. А вот так вот-вот протягиваю. И вот желательно, чтобы в эту бусину вошел вот этот узелок. Вот видите? Вот так. И теперь все бусины сюда подтягиваем. И там где закончится, там и закончится. Вот такой у нас получился браслет огромный. С этой стороны тоже самое. Привязываем магнит. Только теперь мы его гораздо ближе. Прям вплотную. Вплотную-вплотную. Потому что он все равно потом разойдется. Немножечко. Узелок. Это достаточно нелегко сделать. Ну, вот таким вот способом я придумала его подтянуть. Еще и второй узелок надо затянуть. На второй легче. Главное, первый. Ну, на какое-то расстояние оно будет, конечно, вот на такое. Вот на такое. Ну, я думаю, это как раз и он и нужен. Даша, бусины хотя бы между собой немножечко гуляли. На меня он, конечно, огромный. Да. Но мужская рука бывает разная. Поэтому точь-в-точь. Потому что вариантов тянуться у него нет. Вот. И обратно. В обратную сторону протягиваем шнурочек. Вот. Вошел узелок. И теперь хорошо держится. Спрятался он туда. И точно не порвется браслет. Не вытянется шнурок. Не потеряются бусины. Ну, это сделать, конечно, возможно. Но нужно очень постараться, чтобы его провать. У нас был случай у одной мастерицы. Она делает бусины из полимерной глины. И сделала бусы. Шикарные бусы. Красивые. Очень продала их успешно. И ей звонит обратно клиентка. И говорит, вы знаете, бусы сломались. Она как сломались. Такого быть не может. Говорит, вы бы не могли мне их заменить или починить. Ну, и с намеком, что бесплатно. Она приносит. А вот бусина, такая большая, крупная бусина была. Она вообще на кусочки раздавленная. Говорит, а что вы с ней делали? Что с ней можно было сделать, чтобы ее так... Она говорит, я ее укусила. Зубами раскусила бусину. Мастер, конечно, была в шоке. Во-первых, она говорит, ну, я люблю грызть бусы. Это очень хорошо. Я не знаю, заменила она или нет. Что-то я не помню. Но мы очень смеялись, что... Замените, говорит, мне, пожалуйста. У вас некачественные бусы. Вы мне продали. Что-то я не могу никак ее впихнуть. И ее обрежу. Да. Клиенты бывают... Гля, я ее разрезать ее не могу. Очень классный тросик. Все, вот такой браслет получился. Смотрите, как он. Опа. И прям надо усилия приложить, чтобы его... Да, он, конечно, меня просто огромный. Но у меня рука вот здесь очень тоненькая. Не знаю, есть у кого тоньше. Наверное, у деток только тоньше рука. Все, браслет готов. Я думаю, моему мужу понравится очень. Вот. Вы тоже можете сделать своему мужу вот такие вот браслеты. Классный на Новый год подарок на любой другой. Там скоро 23 февраля будет. Можно сделать вот такие браслеты. Сделайте красивую коробочку или мешочек бархатный. Да, и будет вообще офигенный браслет. Офигенный подарок. Я думаю, ему очень понравится. Особенно, если вы вложите какие-то камни особые. Да, вот можно один камень сделать тот, который подходит, допустим, ему по гороскопу. Да, или его любимый камень. Или камень, который ему необходим. Да, есть камни, которые приносят какое-то особое свойство, дают человеку. Да, ему там нужно везение в работе. Или найдите такой камень. Ну, все надо подбирать, конечно, индивидуально. Вот. Астрологи говорят, что камни нужно подбирать даже под определенное время лунного дня. В общем, там целая наука и астрология, да. Вот. Поэтому, я думаю, над этим стоит заморочиться, выучить это все. Это очень безумно интересно. Давайте сделаем еще один браслет. Если вы хотите. Делать мы его будем на резинке. У меня вот такая вот резинка. Вот. Она рвется, но, видите, я приложила очень много усилий. Вот прям реально много. Чтобы ее порвать. Она идет черная, миллиметровая толщина у нее. И будем делать из таких бусин. Как всегда у меня лава. Отбиваю ее гематитом. Ну да, я сразу отмеряю необходимое количество браслета самого. Выравниваю серединку. Все. И дальше моя фантазия уже ничем не ограничена. То, что есть под рукой, я стараюсь это применить. Вот я хочу вот эту бусину куда-то применить. И она, наверное, будет не в конце, а вот где-то, может быть, даже и в середине. Очень мне хочется с ней сделать. Я еще заказала на Алиэкспресс очень классные головы. Голова медведя, голова там рыцаря. Вот такие вот бусины. Вообще офигенные. Очень красивые. Я на них смотрела с восхищением. Так, хочу вот такими бусинами сначала отделить. Я иногда разбираю браслет. То есть я вот с вами буквально еще не знаю, что я буду делать. А просто набираю бусин. Если мне не нравится, распустила. И снова набираю. Пока не понравится мне сам дизайн. И нереальное удовольствие доставляет вот сидеть и просто собирать, смотреть, как оно подходит, не подходит. Мне нравится такое занятие. Тем более с натуральными камнями работать это особое удовольствие. Ну вот мне вот так нравится. Сейчас будет как бы на прибавление, а сейчас на убавление опять снова будет. Теперь берем вот такую восьмерочку. Возможно, надо было еще и здесь подождать. Сделать восьмерку. Да, наверное, разберу. Постепенное будет прибавление. И убавление. Вот. Наверное, вот эту заменю не матовой, а глянцевой. Вот так вот я и делаю их. Разбираю, собираю, разбираю, собираю. Мне нравится. Вот в таком порядке. Вот в таком порядке я буду его набирать. На медленное прибавление и медленное убавление. Ну вот это размеры идут шестерка, восьмерка, десятка. Мельче здесь не стоит брать. Мелкие только вот на такие промежуточные между бусинами прокладочки, чтобы цвет как бы подчеркивать и серебро. Ну, в общем, красивое таким получается. Здесь поставлю кубики. И дальше опять на убавление. Два, две матовые восьмерки. И закончим все глянцевыми шестерками. Теперь будет на медленное убавление. Добавлю сюда восьмерку матовую шунгит и глянцевый шунгит шестерку в продолжение всего браслета. Семь штучек я пока надеваю. Сейчас примерим, как говорится. Вот. Смотрим. Ну, маловато, конечно, будет. Но выглядит достаточно эффектно. Согласитесь. Да, вот с этой надписью. С этой бусиной серебряные. Очень классно. Ну, здесь уже добиваем размер, который нам нужен. И в конце повесим сундучок наш. Где там он? Вот он. Здесь у нас будет сундучок. Одеваем бусину. Этот сундучок. Завязываем здесь два узла. Третий узел. Обрезаем, и узел прячется в серединку этого сундучка. Смотрите. И его совершенно не видно. Растягивается. Не видно. Вот. Все. На этом все. Я вам показала два браслета, как делаются. Мужские. Я надеюсь, вы своих мужей порадуете. И мужчин своих порадуете. Такими браслетами. Очень классные. Все ссылки на материалы я оставлю в описании к видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, если вам нравится. Ставьте колокольчик, чтобы видеть новые видео. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok